Всем доброе утро! Я по дороге в студию. Сегодня дождь пасмурно, ажиотажа не будет. Я наконец-то выйду в эфир. Меня уже достаточно пристыдили. Сейчас включим свет. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что не уделяю достаточно времени своему каналу. Но с другой стороны, ребята, вы сами не даете интересных тем. А разговаривать о ерунде вы знаете, что я не привык. Да и вообще сегодня, к сожалению, в мире всего две темы. Сейчас мы и здесь включим свет. Либо это пандемия, либо это выборы в Америке. Наверное, только Ленивый еще об этом не говорил. Но вот я тоже отмечусь. Пока буду готовить себе кофе и готовить стол для клиента. Где-то минут 40 у меня есть. Ну, поговорим о том, что происходит. Утренние колесики. Как же без них. На улице холод собачий сегодня. Со вчерашнего дня льет дождь. Такое ощущение, что все, что не вылилось за зиму, за последнюю неделю будет выливаться. То дождь, то град, то снова дождь. Предпочитаю в черный кофе всегда добавлять немного молока. Ну и сахара, конечно. Сахар – это жизнь. Остальное – топливо. Первый глоток кофе с утра вообще, как живительная влага. Снова ливень. Ужасная погода. Ненавижу такую погоду. Лето в Израиле все умирают от жары. И думают, когда же первые дождики? Когда же первые дождики? Ну вот начинаются дождики и думают, что, о господи, когда же солнце снова? Потому что это ужасно. Кстати, люди, которые вот приехали и уже пожили их в Израиле год, начали понимать, что такое израильская зима. И еще эти перепады, когда у вас буквально два дня назад 26 градусов, а сегодня, по-моему, написано было 13, но чувствуется как 7. Что-то в этом роде. На одном их чувствуется как 7, действительно. Когда очень сыро, очень влажно, и ты от этой влажности просто не можешь никуда деться. Ну, вот выпили кофе. Давайте готовить стол. Стол, кровать. У меня как раз сегодня один человек будет. Ну, пока один, потом посмотрим. Я не знаю, кого погода выгонит на улицу. Вообще интересно, пока сидели в этих карантинах, от которых уже всем надоело. Хотя и привыкаешь. Я уже говорю, что в третьем карантине я привык. Уже спокойно смотришь сериалы, читаешь книжки. Но все равно это, конечно, напрягает. Просто радость выйти на работу. На работу как на праздник. Вообще в этот непростой период было просто счастьем найти себе какое-то новое дело. Найти себя в чем-то. Я думаю, все люди, которые сделали этот шаг, ну, даже не связаны с пандемией, а просто вот в этот период, ну, так совпало, которые нашли какое-то дело, они просто счастливчики. Иначе от этой всей ситуации, от всего того, что происходит, вокруг, можно просто с ума сойти. А так ты вроде как занят постоянно. Не вроде как, а занят. И думаешь постоянно только об этом. И, в общем, весь в этом. Потому что зайти в наши соцсети, это, конечно, полная катастрофа. Вообще пандемия обнаружила кучу людской глупости и подлости. И иногда поражаешься. Даже людей, которых ты знал изначально, я не ожидал от них. Может, оно так и надо было. Все как-то на свои места становится. Мусор отсеивается. Все, что касается вакцинации, я провакцинирован. И не только я, вся моя семья провакцинирована. И никаких побочных эффектов, никаких страстей, о которых любят писать тролли в социальных сетях. Ничего ни у кого не было. У всех все прошло замечательно. Вообще смешно. Иногда что-нибудь сыпется тебе из соцсетей. Ну, в том же ТикТоке любят рассуждать. Вроде как смотришь, человек взрослый. А когда начинают говорить о каком-то там электронном гулаге, о чипировании или о том, что они не будут делать вакцину непроверенно. А, да, мне еще нравится фраза «Не дадим ставить опыты на своих детях». Всегда у меня вопрос возникает. Как правило, всем нашим детям, вашим детям всегда делают, по-моему, три или четыре прививки обязательные. Никто никогда не спрашивает о том, и никто никогда не задумывается, что одними ставят опыт. Я понимаю, что все сейчас стали как минимум вирусологами. не знаю, может быть, это дурость и тупость всегда были. Просто раньше не было социальных сетей. Есть и в Израиле, конечно, у нас ковид-диссиденты. И да, я согласен, окей, это дело каждого. Ради бога, не прибывайся. Но почему-то, когда ковид-диссиденты говорят о том, что их право вакцинироваться или не вакцинироваться, окей, я с ними согласен. Но почему-то они всегда забывают о моем праве. О моем праве не находиться в пространстве рядом с человеком не вакцинированным. То есть, когда человек говорит, что его ущемляют в каких-то правах, почему-то о моих правах он забывает. Да и вообще никто никого не заставляет вакцинироваться. Помните, как уже один слов? Лечение стоит денег, но можно и не платить. Вот, переслушайте этот монолог. Монолог замечательный. Никто никого насильно насильно вакцинироваться не призывает. Ради бога. Только в таком случае оставьте право мне выбирать также находиться рядом с невакцинированным или нет. ну а по поводу электронного ГУЛАГа и всех этих чипов, господи, ребята, когда вы уже повзрослеете, возьмите ваш кошелек и достаньте из этого кошелька любую кредитную карточку. Даже не только кредитные, сегодня даже визитные карточки существуют с чипами. везде стоит чип. В любое время, когда вы пользуетесь карточкой, даже когда вы заходите в автобус с нашим РАФК, с этой магнитной карточкой, все прекрасно знают, где вы находитесь. Даже если вы кошелек оставили дома, с вами всегда находится телефон. Если не телефон, значит машина. То есть говорить о том, что вас там будут росли, особенно вот дядя Вась, который там бухает целый день пиво около русского магазина. Вот именно ему очень важно не вакцинироваться, потому что у него видимо дядя Вася знает какие-то секреты, которые так важны Белугейцу или кому там еще. Кого там обвиняют сегодня в слежке и в чипировании. Окей, ребята, я уже много раз об этом говорил, я работаю, работаю, видите, я до сих пор работаю. Сын Телесраэль и сделал для них недавно, вот, закончил буквально на прошлой неделе. Еще один проект, потому что Intel постоянно расширяется, скоро начнется новый FAP, ну, есть такие вещи, они просто не хотят менять людей, то есть определенные люди, с которыми они привыкли работать, тем более там работать непросто, нужно проходить все эти экзамены, знать эту безопасность, потому что все таки это химический завод, многие думают, что Intel и все эти заводы хай-тек это что-то такое, какие-то высшие сферы, но всего-навсего это химические заводы, ну вот, поэтому я прекрасно знаю, сколько стоят чипы, прекрасно знаю, сколько стоят микрочипы, насколько дорого это производство, поэтому уж поверьте, ребята, прививка, которая бы содержала чип, стоила бы таких денег, что ни одно государство в таких количествах, даже в каких закупил ее себе израиль не могло выполнить. Ну вот, видите, сразу сколько будет. про Америку меня спрашивают постоянно, господи, не знаю даже, как это сказать очень коротко. Нам необходимо не допустить того, что произошло в Америке. Не буду рассуждать о том, насколько были легитимны, нелегитимны прошедшие в Америке выборы, но все, что там происходит у меня лично укладывается в одну фразу. Под видом борьбы за демократию сегодня пытаются отрицать реальность. у нас тут тоже весело перед очередными выборами. Хоть попкорном запасайся. поэтому вот так слушаешь, посмотришь, думаешь, господи, пойду-ка я порисую. как вы написали, что по всей видимости я испытываю кайф от того, что я делаю. Это действительно так. Собственно говоря, слава богу, что так. какой ливень пошел. Даже не ливень, град. да, ребят, кого интересует, меня уже спрашивали несколько раз, и вот под вчерашним видео, которое я выложил также. если кого интересует эта тема, тема татуировок, я оставил там две ссылки. Ну, тех, кого интересует. Там есть и видео, которые я выкладываю, и контактные данные. если кто-то еще не в курсе, у меня в студии не только художественная татуировка, но у меня еще прекрасный мастер перманентного макияжа. Вот немножко реклама. Всем спасибо, пока, увидимся. Давайте больше тем. Чаще буду выходить в эфир по возможности, конечно. Бай-бай. Бай-бай.